всем привет итак раз начинаю разметку канвы такая большущая канва это многоцветка от химеры шоколадная ночь хочу вам показать как я размечаю канву делаю это очень быстро то есть помечаю центр отсчитываю 10 на 10 квадратик теперь беру циркуль вот такой измерительный с двумя иголочками замеряю и дальше вот так откладываю раз и помечаю на самом деле делается это очень очень быстро просто некоторые сомневаются точно это или нет я хочу сказать что у меня получается точнее чем я считаю сама сама я могу ошибиться циркулем циркуль никогда не ошибается вот как видите прям четко в эту же точку встает вот четко в точку вот так очень быстро сейчас я камеру держу в руках не могу показать вам вот ну видите прям дырочка в дырочку и также нужно замерить вот это расстояние не у всякой канвы это расстояние одинаковое но у меня от свайгард как видим одинаковое расстояние поэтому также буду откладывать вниз и вверх на самом деле очень быстро вот получается моментально буквально вот за пять минут и уже разметка ну и потом дальше я беру линейку и прочерчиваю линии так прочерчиваю линии можно доставить столько точечки но мне это неудобно я могу ошибаться тем более что это химера давайте посмотрим вот это шоколадная ночь от химеры пометила центр знаете вот что мне неудобно обычно я делаю разметку посередине 1 2 3 4 нумерую квадратики но вот такая разметка которая идет не по квадратикам а вот так на линии я могу путаться то есть например 250 нужно привыкнуть какой квадрат вы вышиваете который слева или который справа ну то есть иногда я могу путаться поэтому для меня привычнее на бумаге размечать 1 2 3 4 сами квадраты тогда я не ошибаюсь но давайте посмотрим это химера видите как здесь разбросаны значки вот когда вы покупаете схему от химеры электронная схема идет вместе с бумажной ну то есть вы получаете два формата один для того чтобы он и печатать и 2 для саги я считаю что за такую цену за 300 рублей ну плюс минус даже бывают скидки у них там купить электронную схему и бумажную это сам самая низкая цена именно поэтому химера очень популярна у вышивальщиц вот видите как разбросаны первый раз я буду вышивать как я отношусь к одиночкам но в принципе я к ним всегда относилась нормально но такое количество большой одиночки я не вышивала не знаю надоест не ли не надоест посмотрим посмотрим вот как раз таки хочу попробовать у меня нарезка ниток dmc нарезку покупала в магазине радуга вышивки вот видите значки посмотрите как они меняются ну где все говорят что многоцветку лучше вышивать по саге по бумажной схеме тут можно запутаться нужно искать глазами вот эти вот значки которые очень очень разбросаны так даже не знаю с какого значка начну вышивать если начать прям вот с уголка так мало вот их мало видите для чего мне нужны квадраты если беру одну ниточку вышиваю чтобы остатки ниток назад не навешивать продолжать вот так одиночки до кое-где придется делать перетяжки но если вот такой разброс больше чем один квадрат больше 10 до то уже не буду делать протяжки хотя не знаю может быть вот здесь и придется делать ну потому что очень много одиночек но понятно что большой расход ниток и на обратной стороне будет ковер напишите девчонки кто многосветки вышивает вот когда у вас вот так в пределах одного квадрата вы закрепляете заново ниточку или или делаете протяжку канву всегда беру с запасом по 10 сантиметров скажет каждой стороны мне так удобно запяливать потому что вышивать край когда он впритык мне неудобно ну понятное дело что по деньгам идет расход больше если с каждой стороны по 10 сантиметров но мне как-то так спокойнее хоть я и делаю разметку но всегда боюсь вдруг я ошибусь и вдруг у меня сместиться вдруг мне не хватит ну не знаю какая-то у меня фобия что мне всегда не хватит ткани а так мне спокойнее размечаю в этот раз стержнем хотя у меня есть с алиэкспресс маркер и вот еще прим есть маркер и вот такой здесь будет полная зашивка поэтому маркеры водорастворимые ну за пятнышки я не боюсь а у меня никогда они не оставались потому что я стираю в холодной воде нужно замачивать в холодной воде без моющих средств если вода теплая или сразу вы добавили моющие средства то когда разметка растворится может оставить желтые пятна это я так сразу уже говорю для тех кто хочет попытаться разметить ни в коем случае не размечайте простыми карандашами авторучками это ничего у вас не смоется в леонардо продают на алиэкспресс продают маркеры их огромное количество водорастворимых да мне удобнее вышивать когда полная сетка у меня нарисована тогда ошибки исключены естественно вот такую схемку я вышивала без разметки ну здесь все идет рядочками размер небольшой работы поэтому разметка мне не нужна была ну а для такого масштаба если еще и учесть что такое большое количество одиночек разбросанных без разметки никак итак начало положено вот что у меня получилось здесь 700 крестиков вот в этом участке ну наверное штук 15 цветов меняются постоянно крестики вот так идет разброс одиночек но это в принципе самый сложный угол у меня была трансляция и по поводу этой работы мы со зрителями обсуждали зрители тоже делились своими впечатлениями опытом своим для меня это первая многоцветка ну я не скажу что я устала не скажу что устала мне не надоело вышивать по кроссе чсаки вышивать не сложно единственное что получаются перетяжки ну то есть вот от каждого квадратика к каждому допустим здесь два крестика в следующем квадратики два крестика в следующем и так получается что перетяжки поэтому конечно на обратной стороне будет ковер и наверное расход ниток будет больше ну для меня это не страшно не знаю может для кого-то это принципиально важно для меня не страшно если вот такой крестик далеко вот он то конечно я отдельно закрепляю ниточку ну а если в пределах десяти клеток то делаю протяжку еще у меня вот такой новый наборчик тоже в трансляции показывала делала на него обзор это вышивка бисером здесь павлины основа вот такая проклеенная к езеринам я уже смотрела пробовала немножечко основу пробовала прокалывается легко бисер здесь гамма чешский бисер гамма не пресиоза хотя на вид очень похож на пресиозу так хочется мне начать вот этот наборчик бисером хочется ярким бисером что-то повышевать конечно у меня есть большая бисерная работа это леопард от Александра Токаревой но там очень тяжело он вышивается я конечно же хочу его вышить потому что результат шикарный но сейчас в химере получается то и дело меняются крестики и еще и леопард то же самое как и химера только там постоянно меняются бисеринки причем цвета что там такие рыжий коричневый что в шоколадной ночи рыжий коричневые нитки и хочется яркий вот такой наборчик что-то давно у меня не было набора вышитого бисером тем более что здесь частично идет зашивка а здесь фон не вышивается а вышивается только хвост и вот эти цветочки ну в общем наверное завтра попробую начну ну и наконец таки мне нужно завершить милхилл там всего лишь работы на два дня надо взяться и вышить вот здесь девочки просили меня показать конструкцию для съемки видео вот сюда я вставляю телефон когда веду трансляцию но это пока у меня висят игрушки вот здесь у меня телефон и вот там на столе я раскладываю свои вышивки чтобы зрителям было хорошо видно ну и здесь же читаю чат правда мне приходится стоять но я могу сесть с планшета читать чат главное что телефон у меня расположен наверху благодаря вот этой планке на которую крепится одна вот лампа но она что-то слабо светит я и практически не пользуюсь вот такая вот у меня лампа я ее использую и при вышивке и также при съемке видео вот такую раму сделал Тимур вот так просто квадратом кстати использовал вот эти барашки кстати он и станок мне как-то хотел собрать сам но я его зачем-то купила вот хотя вот точно такие же рейки и точно такие же барашки и вот здесь струбцины вот эти струбцины продают в строительном магазине но он взял самые маленькие и слабенькие и одной оказалось мало поэтому две штуки с этой стороны и две с той чтобы планка стояла устойчиво и вот так вот нажимаешь и затягиваешь ну в общем вот такие вот струбцины к столу с той стороны крепится и с этой стороны крепится ну и в общем-то у меня вот такой здесь стол вышивальный за столом я не люблю вышивать у меня болит спина я вышиваю полулежа на диване но здесь мне легко вести трансляции с телефона ну и здесь у меня мои текущие процессы вот так в корзиночке лежат пяльца в общем все что мне нужно каждый день лежит здесь ну и вот так у меня здесь вышивка главное ее не помять потому что скоро нужно ее отнести в багетную мастерскую ну в общем вот такой у меня стол для съемок девочки просили показать ну в общем такая планка на нее вот можно все крепить вот на эту планку ну в принципе для телефона камеру мне некуда установить поэтому камера по-прежнему у меня на штативе то есть я ставлю штатив и снимаю вот здесь на столе вот так приходится ну не очень конечно удобно не очень удобно ну а вести трансляцию удобно многие девочки снимают видео с телефона поэтому им тоже бы пригодилось но у меня на камере немножко другое крепление можно конечно сделать еще одно крепление под камеру но в принципе на моем канале лучше сейчас смотрят прямые эфиры поэтому я чаще веду эфиры чем снимаю видео ну а видео уже могу поснимать на штативе либо с рук там вот сзади у меня стоит станок я его ставлю когда не вышиваю а если вышиваю то полулежа на диване ну видите да работа от химеры большая здесь вот сейчас вы видите вот так это одна четверть работы пришлось загнуть край рама 40 на 56 сантиметров станок и волга арабеска ну в общем вот сюда сверху зелитки коврик я ставлю планшет удобно мне вышивать планшета но полулежа на диване работа большая в общем четверть работы сейчас буду вышивать на станке а потом дальше видно будет не знаю может быть перейду на пяльца пока не знаю на данный момент мне удобно вышивать вот так как есть но потом посмотрим сейчас вы видите мои продвижения заодно нашу кошку мурзилку мои продвижения по химере шоколадная ночь и три богатыря три богатыря я вышиваю на пяльцах от нурге заказывала их в магазине пчелки есть у меня видео и трансляция там оставляла ссылочку группы вконтакте ну здесь тоже продублирую ссылочку если кому интересно там была акция и как раз недорого продавались вот эти пяльца и как раз таки я захотела попробовать как на них вышивать с первого раза у меня не получилось барабанная натяжка ну в принципе очень такую прям прям сильно сильно тугую натяжку я и не люблю но вот потом у меня получилось запялить уже получше заменила я здесь канву 18 была в комплекте это набор от фирмы золотое руно и я заменила на 16 каждый раз показывать превью не получается потому что очень большой набор там не обычный формат идет А4 а формат идет А3 нужно вырезать что ли мне картинку оттуда чтобы вам показывать так удобнее но в принципе я не раз уже показывала этот сюжет и вот уже сколько у меня вышито когда последний раз мы с вами смотрели это было в трансляции я показывала вышито была вот эта елочка а не до конца ну вот уже сколько вышло но это примерно 5 процентов от всей работы работа очень большая канву обычно я покупаю с запасом вот видите у меня по 10 сантиметров запас с каждой стороны чтобы удобно было запяливать я не люблю вышивать вот этот низ когда он прям очень очень близко к пяльцам и не получается у меня запялить если всего 5 сантиметров поэтому покупаю с запасом ну конечно это не экономно с точки зрения транжирства денег но по другому вышивать я к сожалению не могу мне вот удобно когда есть запас канва у меня цвайгард на мелкой на 18 вышивать не могу но получается все прекрасно если даже в наборе не хватит ниточек ниточки здесь модейра в принципе они у нас в оренбурге есть в продаже можно их найти поэтому докупить не проблема вот покажу вам в саге вот они три богатыря вышиваю я по планшету в принципе это удобно часто спрашивают где можно заказать схемы для кростич саги есть группы вконтакте и там девочки их делают на заказ в общем основными процессами на этой неделе у меня были три богатыря и шоколадная ночь от химеры вот сейчас вы видите шоколадную ночь от химеры тоже вышиваю ее по саге но знаете девочки если золотое руно можно вышивать и без саги я не знаю как химеру можно вышивать по бумажной схеме там сплошные одиночки сейчас поближе вам покажу вот уже у меня сколько вышито но это тоже буквально 3% от всей работы а вот сейчас вы видите перед собой вот это полотно это одна четвертая картины вот это все полотно вот рама у меня 40 на 60 сантиметров и это только четверть картины понятно что это капля в море но на самом деле вышивала я всю неделю причем вышивала я где-то в среднем тысячу крестиков в день для меня это очень много моя норма 500-600 крестиков в день причем даже иногда некоторые дни я пропускаю не вышиваю ну а здесь по другому не получится иначе продвижения будут незаметны нужно вышивать по тысячу крестиков в день но даже сейчас вы не видите особого результата ну потому что это многоцветка большого масштаба большого размера хотя это не тысячник это не самый большой размер в комментариях мне задают вопрос что такое многоцветка это когда много цветов или когда большой размер девочки ну если мы будем дословно разбирать вот слово многоцветка многоцветка это много цветов спрашивают от какого количества цветов можно называть многоцветку многоцветкой ну это вы сами определяете потому что особого правила нет а кто-то посчитает 50 цветов это уже много только для кого-то 100 это мало ну вот лично для меня 100 цветов и более это уже многоцветка идет хотя вот я вышиваю вот эту картину вот в этой химере получается 42 цвета не считая блендов ну я бы не сказала что это очень многоцветная работа ну вот здесь вот значки у нас получаются почти все коричнево-бежевых тонов ну то есть знаете такое ощущение что собрали все тона коричнево-бежевого кофейного все оттенки какао ну в общем такая палитра идет однообразная я думала вышивать будет скучно да нет нормально девочки спрашивают тяжело или нет нет не тяжело конечно если вы будете закреплять каждый крестик отдельно то вам будет вышивать очень нудно вот вы сейчас видите какой идет разброс цветов и надо понимать что между каждой клеточкой ну то есть вот от одного значка до другого по обратной стороне идут протяжки закреплять каждый крестик по всей работе это невозможно ну вы не вы будете вышивать 25 лет тогда эту работу и так она у меня рассчитана на несколько лет а если закреплять каждый крестик ну это просто ужасно потом мне кажется что у вас в квадратике даже не останется места для закрепления нитки ну то есть это никак не спасет ни вашу изнанку ни вашу лицевую сторону поэтому протяжки неизбежно вот в этом случае но куда деваться некоторые девочки писали что если у них идет такой разброс то они протаскивают по обратной стороне протяжку под другими ниточками так вот хочу сказать что переворачивать каждый раз раму из-за каждого крестика чтобы протаскивать с изнанки ниточку это тоже нереально и невозможно сколько бы вы не протаскивали ниточку под крестиками будет следующий значок который также нужно будет протаскивать то есть вот такая история она идет абсолютно с каждым цветом ну многим это не нравится если вы не любите одиночки то для вас химера не подходит но я всегда к одиночкам относилась спокойно ну то есть есть они и есть тем более что у меня полная идет разметка вот такая квадратиками для меня не сложно находить нужный значок вот я беру например одну ниточку вот беру одну ниточку и пока нитка не закончится я вот так ее по другим квадратикам потом возвращаюсь опять на начало беру другую нитку дальше и тем самым у меня заполняется весь угол но я ниточку в определенном квадратике не отрезаю и не оставляю потому что потом я могу забыть какого цвета эта нитка потому что они все одинакового оттенка ну то есть вернее они разные но они все коричнево-бежевые молочные и я могу запутаться какой это номер нитки спрашивали меня в трансляции вышиваю ли я парковкой я уже объясняла просто в комментариях девочки иногда задают вопрос наверное не все смотрят трансляции поэтому отвечу здесь парковкой я умею вышивать но не вышиваю потому что я теряю иглы для меня вышивать одной иглой это единственный разумный способ потому что при другом способе эти иголки будут валяться потом везде а поскольку у нас собака две кошки не дай бог кто-то ее съест если я сяду на эту иголку это еще будет полбеды если муж сядет будет ругаться это будет беда а вот если кошки собаки съедят то это вообще будет катастрофа поэтому нет только одной иглой вышиваю ну собственно я не вижу особой разницы на лицевой стороне абсолютно не видно вышиваете вы парковкой или нет это видно по изнанке но меня не очень заботит изнанка она заботит иногда некоторых зрителей ну и есть вышивальщицы которые прям очень-очень критично относятся к изнанке я спокойно отношусь к изнанке для меня главное чтобы по лицевой стороне были ровные крестики но когда я была моложе зрение было хорошее крестики были идеальные но вот иногда когда здоровье подводит и даже в очках не можешь сфокусировать нормально зрение бывает что крестики пляшут ну ладно не так важно это знаете если прям уж сильно докапываться и особо разглядывается а так в принципе в общем нормально вот сейчас у меня уже появились вот такие вот большие цветовые пятна вот здесь вот участок здесь участочек а вот здесь в углу просто были сплошные одиночки вы знаете вот выбирала я такую работу где меньше всего фона ну то есть тут по всей картине есть какие-то объекты сугроб тропинка домики а есть вот такие картины где например в середине объект вот портрет да а сзади размытый фон либо фон одного цвета вот там может быть мне было бы сложнее здесь вот как-то я вижу уже вырисовывается рисунок но опять же чтобы говорить о том какой рисунок здесь вырисовывается нужно вышить очень большой фрагмент поэтому может быть некоторым зрителям сейчас это будет смотреть неинтересно только многоцветки я конечно же не планирую вышивать я понимаю что зрителям несколько лет смотреть только продвижение по многоцветкам будет неинтересно да и мне самой иногда хочется видеть готовые результаты именно поэтому хочу начать вот этот набор вышивка бисером буду делать отдельный обзор начну вышивать этот набор и на все вопросы которые касаются вышивки бисером я постараюсь там ответить зрители иногда оставляют вопросы под разными видео даже старые видео трехлетней давности у меня есть вышивка бисером и там вопросы возникают то я на них отвечу и покажу как разными способами можно вышивать ну то есть вот как я вышиваю вот такой набор в круговой технике как вышивать у меня есть видео но там не всем понятно почему именно так я вышиваю в круговой технике так вот я постараюсь затронуть все эти вопросы а в отдельном видео чтобы удобнее было ориентироваться девочкам в вышивальных неделях когда отвечаешь на вопросы потом найти их невозможно где ты отвечала на тот или иной вопрос и вот здесь в Милхиле бисер пришивается крестом и полукрестом ну тоже покажу как полукрестом как крестом может быть для начинающих будет полезно такое видео все наконец таки я завершила наборчик от Милхиле вот что у меня получилось кто смотрел мои предыдущие видео уже видели что я решила заменить основу ну во первых мне хочется вышивать на равномерке не очень хотелось вышивать на перфорированной бумаге поскольку здесь бисер Милхиле пришивается крестом ну бисер десятого номера пришивается полукрестом а вот мелкий петит пришивается крестом и вот на ткани мне это делать легче чем на бумаге ну и собственно вот такая яркая основа светло-салатового цвета светло-зеленого почему-то мне приглянулось больше получилось обалденно красиво вы знаете я здесь попробовала пришить мелкий бисер крестом и полукрестом чтобы понять разницу и в принципе для меня разница понятно многие писали это сделано для того чтобы бисер больше блестел так он лучше блестит но вы знаете здесь бисер мелкий попадается матовый он вообще не блестящий поэтому он просто красиво ложится кубиками вот в некоторых местах нужно чтобы этот бисер положился кубиками блеск от этого совершенно не зависит от чего зависит блеск бисера смотря с какой стороны у вас направлен свет то есть если у вас с одной стороны направлен свет то будет бликовать бисер который пришит по диагонали полукрестом если с другой стороны освещение то будет бликовать больше бисер который пришит крестом это сделано не для этого когда мы пришиваем бисер десятого номера то он полностью закрывает ячейку клеточку а когда мы мелкий бисер петит пришиваем то как раз таки клеточка не полностью закрыта поскольку у нас здесь канва 14 каунта основа мелкий бисер петит полностью клеточку не закроет и когда он пришит по диагонали то там видно основу а вот когда мы его пришьем крестом и он ляжет ровненько как раз таки он полностью закроет клетку ну вот здесь вот где горшочек цветочный мне очень понравилось как лежит бисер именно вот так квадратиками как будто это черепица выложена на горшочке вот в таких местах как раз таки и предусмотрено пришивание бисера крестиком ну вот допустим на дереве листочки тоже нужно было пришивать крестиком но я не стала пришивать я не стала на это тратить время потому что ну я считаю что именно в этом месте не особо оправдано пришивание бисера крестом тем более что он матовый он вообще не имеет никакого блеска я попробовала пришить так и пришить сяк и разницу не заметила вот так же вот я в цветочке попробовала пришить один цветочек крестом а другой полукрестом и тоже разницы особо не заметила хотя бисер здесь был блестящий так вот из-за чего еще я сменила основу потому что на перфорированном картоне пришить ровно бисер крестом у меня конечно же получится но я могу помять картон ну то есть на ткани это делать удобнее ну то есть я могу пришивать и так и так но сами понимаете да что ткань она более податливая и сделать на ней крестик бисером очень легко потому что бисеринку нужно подцепить ну кто пришивал тот понимает о чем я говорю на картоне это сделать сложнее и на картоне очень большие дырочки прям очень большие вот такие вот дырочки они видны для бисера мелхилл у меня есть вот такие две чашечки здесь вот два пакетика бисера иногда у меня попадалось три вот в предыдущем наборе и вот такие чашечки я купила в магазине где аромасвечи продают это подставки под свечи стоят 35 рублей я купила такие три штуки в принципе я купила подставку под свечи а потом решила использовать их для вышивки бисером хотя у меня много органайзеров не знаю зачем я так сделала но я высыпала сюда бисер здесь вот такой вот полу такой вот край он не прямой угол а скошенный и поэтому что руками легко брать бисеринку и иголочкой легко брать бисеринку большая площадь потому что видите здесь бисер не разобран он не разобран по цветам и насыпать его в маленькие органайзеры вообще не видела смысла ну то есть удобно было все высыпать в одну чашку и выбирать бисеринки нужного вам цвета поэтому вот эти чашечки очень удобные особенно если у вас нет органайзеров я не могу сейчас вспомнить в каком магазине покупала то ли касторама ну в общем в каком-то большом центре может быть Леруа Мерлен ну в общем не помню где-то был прям отдельно отдел где свечи и вот там подставочки были под свечи ну в общем если вам нужно смотрите в больших супермаркетах вот эту работу я отнесла в багетную мастерскую и отнесла туда сэмплер от Анны Кир то есть у меня две законченные работы и обе в багетной мастерской на следующей неделе я их заберу и покажу, сниму отдельное видео оформила я эти работы так же как и предыдущие я их тоже отнесла в багетку там их оставила чтобы по этому образцу мне оформили и вот эту вот работу тоже и как раз таки когда работы лежат рядом ну видно как на этом перфорированном картоне прям видны эти дырки поэтому лучше конечно же заменить на равномерку если вот такие большие пробелы ну либо на канву хотя ну на картоне тоже поинтереснее смотрится работа но картон можно помять вот когда вы пришиваете мелкий бисер ювелирный крестиком это нужно делать очень аккуратно а на ткани там не заморачиваешься там просто делаешь и все вот ну и как смотрится мне тоже нравится ну все вот такая была моя вышивальная неделя оформленную работу и видео о том как я вышиваю бисером вы увидите в ближайшее время если вам интересны мои ролики не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал с вами была Инесса всем желаю удачи пока 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 удачи